В принципе, ничего нет невозможного для человека с интеллектом. Это женское дело. В эфире программа «Женское дело». Это новый проект нашей радиостанции. И вдохновил нас на этот проект месяц март. Как бы кто ни критиковал, но мне кажется, что начало весны – это всегда какое-то женское начало, это всегда праздник. И поэтому мы приглашаем в нашу студию выдающихся женщин. И сейчас напротив меня такая прекрасная женщина. Прежде чем я ее представлю, я представлюсь сама. Зовут меня Светлана Занько. И работать мы будем 20 минут в этом эфире. А открывает наш проект прекрасная совершенно женщина руководитель очень крупной управляющей компании в нашем городе Лариса Валерьевна Шмырова, директор управляющей компании «Лепси Уют Плюс» и еще одна управляющая компания «Лепси Быт» Лариса Валерьевна. Добрый день. Добрый. Мы с вами уже знакомились. Предварительно в эфире, который здесь был, в развороте на бизнес, когда мы встречались с руководительницами управляющих компаний, все были женщины. И меня, конечно, зацепил ваш огромный опыт в этой сфере, потому что больше 30 лет вы трудитесь в этой сфере. Начинали еще в те времена, когда об управляющих компаниях в нынешнем формате и речи не шло, и хозяйство было совершенно другое. Мы говорим о микрорайоне «Лепси», и тогда мы говорили, что это было большое хозяйство, которое обслуживал сам завод «Лепси». Это было подразделение этого завода. Давайте вспомним, как выглядела отрасль тогда. Давайте. Добрый день. Ну, я могу сказать, что я родилась на этом поселке «Лепси». Пришла в 16 лет работать на завод «Лепси» девчонкой, распределителем. Моей мама с папой работали на заводе «Лепси», и поэтому у нас такая, можно сказать, «Лепсинская династия». Поэтому неудивительно, что я начала свою деятельность там. А попала я именно в жилищно-коммунальное хозяйство, можно сказать, случайно, потому что работая в одном из самых крупных сборочных цехов распределителем, в это время я параллельно заканчивала вечерний Московский финансово-экономический институт по специальности экономист. И поэтому совершенно случайно, как бы в цехе именно по специальности работы как раз не было свободной ставки, и стала смотреть по нашему большому предприятию, где. И вот совершенно случайно попала в ЖКО. Тогда это было подразделение завода, большое-большое подразделение, где у нас было 4 ЖКО, было управление ЖКО. Вот я туда и перешла экономистом работать в декабре 1987 года. И так и осталось до сих пор практически там. Огромная, на самом деле, огромная территория, которая обслуживал завод на самом деле, потому что я сама жила в домах в детстве, которые обслуживала «Лепси» и строила этот завод. И училась в школе, которая этот завод окормляла, можно сказать, и воспитывала. И детские садики там тоже были. Вот тогда вот это все хозяйство, дома, детские сады, школы, это все было под заводом. Этим всем вы занимались, ваше отдел. Да. Тогда у нас был очень крупный отдел. Там было практически 600 человек работало. У нас был жилищно-коммунальный отдел. Мы обслуживали 150 домов. Огромный соцкульбит. Это и дворец культуры Родины, и пионерский лагерь, и спортпавильон, и детские сады. Это все было построено в свое время самым крупным предприятием. Поэтому вот подведомственное жилье мы обслуживали. Техника, 600 человек сотрудников в режиме нон-стоп, круглосуточный, без праздников и выходных практически работали. Да. Еще добавлю, кроме этого, еще и подземные сети. Поэтому у нас дежурная служба работала постоянно, круглосуточно. Эти 600 человек обслуживали дома, работала техника. Тогда еще техника была заводская. Там был свой отдел, и как и сейчас он существо, транспортное отделы. Вот мы вкупе все обслуживали дома и соцкульбит. Современная управляющая компания чем отличается от той структуры, в которой тогда вы работали? В первую очередь это уже специализация. Тогда мы были подразделения завода. И транспорт у нас уже свой, база своя, рабочая сила, начиная с высокоспециальности инженера, до кончая дворником и уборщицами. Это все в нашей управляющей компании. Это отдельное юридическое лицо? Это отдельное юридическое. Я и говорю, что там мы были подразделением завода, хотя все равно можно сказать, и сейчас мы все равно с заводом. Я всегда все равно считаю, что мы при заводе. Но мы отдельное юридическое лицо, когда мы уже несем сами полную ответственность за все наши действия, за все обслуживание перед жильцами. Сколько сейчас у вас работает сотрудников в обеих компаниях Лепси Уют Плюс и Лепси Быт? Сейчас у нас работает около 150 человек. Было 600, стало 150. Ну и домов, наверное, поменьше стало? Домов стало поменьше, потому что, как всегда, меняется законодательство постоянно. И поэтому, обслуживая, как вот я перечислила, большие и объекты соцкульбыта, и очень много домов, согласно законодательству, завод передавал муниципальную собственность. Началось это с детских садов, а в 2000 году и 2001 году мы передали и дома, многоквартирные, муниципальную собственность. И на тот момент у нас тогда остались только 25 домов, это ЖСК. А в 2005 году, когда вышел жилищный кодекс, и когда люди уже сами, у них появилось право выбирать управляющую компанию, к нам стали дома возвращаться. И на сегодняшний день вот мы обслуживаем около 100 домов. Это все дома тоже там, в районе Лепси? Нет, нет, нет. Территориально все-таки изменилось. Хотя и раньше у нас было 4 ЖЭКа. ЖЭКи были и в районе Лепси, но были и в центре города. Сейчас у нас, можно сказать, остались в основном, это на поселке на нашем, как мы его называем. Но это город. Да, да, это город, конечно. Это улица Лепси, Большего, Гайдара. Это то, что находится около завода Лепси. Но и в центре города мы обслуживаем дома. Но в процессе, вот за последние десятилетия к нам стали приходить, и новые строящиеся дома, например, вот мы, отстроенные дома, например, мы сейчас обслуживаем дома на улице Ленина. Это как раньше называли, в районе Зонального института. Вот у нас и там сейчас есть дома. У нас появились дома на физкультурников, у нас появились дома на Ульяновской, на Луганской. Раньше у нас на таких улицах не было домов. Но вот наши компании как бы стали узнавать, и к нам люди стали приходить. Но мы все равно стараемся брать дома не все. Мы все равно отбираем для того, чтобы людям было комфортно, для нас удобно обслуживать, например, если приходят и просятся дома, например, с района дружбы. Конечно, мы отказываем. Это неэффективно, да? Это будут и траты больше, это значит, тариф будет выше. И все равно не будет того комфорта, которому мы стремимся все равно для людей создать. Нет задачи захватить как можно больше домов обслуживания. Нет, нет, нет. Вы сказали, что у вас собственный технический парк. Не каждая управляющая компания обладает хорошим, стабильным, большим и достаточным техническим парком. Что представляет из себя технопарк ваших компаний сейчас? Ну, во-первых, мы находимся именно в своем помещении, где располагаются все службы, которые необходимы для работы эффективной управляющей компании. Это инженерная служба, это и паспортный стол, это и бухгалтерия, это и юридическая служба, это эксплуатационный участок, где находятся мастера, знающие в своем деле и по строительству, и по ремонту сантехнического электрооборудования, где находится теперь диспетчер, к работе аварийно-диспетчерской службы с 1 марта, которая теперь тоже законодательство изменилось и ужесточилось. Это, во-первых, что мы находимся вот именно в своих помещениях. Во-вторых, заключается в том, что у нас свой транспортный парк, это у нас две единицы спецтехники, большой и маленький трактор, вот который всю зиму работает, и летом также приходится работать, и свой легковой парк, это у нас шесть единиц, где, потому что я говорила о том, что в нашем штате практически все специальности это для перевозки и маляров, и плотников, и слесарей, и электриков, материалов, вот в этом заключается то, что все находится у нас. Ну и коллектив, конечно, очень большой, и вы руководите этими людьми, насколько строгий вы руководитель? Строгий, строгий. Это значит, что у вас есть определенные абсолютно, ну вот строгие разные бывают руководители, он строгий-строгий сам по себе, и такой вот любит нагнать шороху, или строгий, но спокойный, с понятными критериями оценки работы вот каждого человека? Во-первых, все мои подчиненные знают о том, что жилец всегда прав. Потому что он клиент. Потому что он клиент. Поэтому они знают, что я всегда спрошу вовремя ли сделано, вовремя ли на заявление отреагировали и пришли на квартиру, или какие-то работы должны были выполниться, например, на дворе, или в подвале, или в местах других общего пользования. Мои подчиненные это знают, что я с них спрошу строго. И может быть, это даже совсем неправильно, не совсем правильно, но вот маленький секретик, мне иногда жильцы звонят и говорят, Лариса Валерьевна, мы знаем, что если мы позвоним вам, то будет сделано. И звонят напрямую. Напрямую. У меня нет такого, что надо по записи или в определенные часы, или в определенные дни. Жильцы мои, вот я могу это точно сказать, они знают, что если я на месте, ко мне можно зайти в любое время. И секретарь всегда с жильцом соединит меня. Если у меня не проходит какое-то совещание, всегда соединит. И это, конечно, очень стимулирует, я думаю, ваших сотрудников, потому что вы напрямую знаете обстоятельства дела по каждой заявке. А сами жильцы сейчас, они ведь стали собственниками в какой-то момент времени. Потом государство им дало возможность выбирать управляющую компанию и наделило правами определенными. Насколько они понимают, что такое управляющая компания в жизни их дома и в жизни каждого из них? Насколько они грамотными стали? Ну, жильцы становятся грамотнее. Но приходится и объяснять. Конечно, ведь хотя я сказала, что жилет всегда прав, но если я считаю, выслушав жильца, что это, может быть, это за счет фонда капитального ремонта, например, такую работу надо делать. Или это отвечает, например, там смотрим двор, мы смотрим, какие границы нашего двора приходится объяснять. Поэтому вот людям приходится и объяснять, что где находятся границы нашей ответственности по обслуживанию дома. И мы находим общее понимание, вот это вот самое главное, найти жильцом понимание. И вот это вот, как я все время говорю, что вот она должна быть. Отзывчивость обязательно со стороны нас, отзывчивость своевременная. На звонок, на заявление, но в рамках законности. И я люблю очень еще это сравнивать, что, ну, понятно, что в каждой, ведь и у нас с вами, да, согласитесь, дома есть где-то пыль, где-то посуда невымытая. Ну, нету такого, что вот стопроцентной чистоты порядка. И в управляющих, может быть, тоже мы где-то что-то не успеваем, где-то мы что-то проглядели. Но самое главное, что вот это вот отзывчивость своевременно, вот с жильцом, у меня вот это вот, как бы я стараюсь, чтобы это было на первом месте, чтобы они это видели со стороны управляющей компании. Чтобы они чувствовали постоянную связь со своей компанией. Я почему задаю такой вопрос, потому что очень важно понять, конечно, что управляющая компания, это не только набор инструментов и людей, которые просто реагируют на заявку и ее исполняют. Это гигантская работа с горожанами, которые доверили свои дома управляющих компаний. Большая просветительская, разъяснительская работа. Часто спорят жильцы, не могут найти общего решения. И здесь тоже приходится управляющих компаний внедряться в эту работу и вести довольно длительный, иногда, диалог, чтобы достигнуть какого-то решения общего для всех. Сложная работа. А как с городом у вас складываются дела? С городом с большой буквы. Я имею в виду администрацию города Кирова. Потому что вот что ни день, то мы видим новости, что на очередном совещании глава города или даже глава региона Игорь Владимирович Васильев говорит, что мы с управляющих компаний потребуем вот это, вот это, вот это. А если кто-то не выполнит, тот будет лишен лицензии. И такое ощущение, что у вас, что называется, и в хвост, и в гриву. И как вы только при этом выживаете, непонятно. Хотя, конечно, претензий от горожан к компаниям, управляющих тоже очень много. Так вот, есть ли этот диалог с властями городскими? Как ваши коммуникации выстраиваются? Вы знаете, я по характеру такой человек, и мои подчиненные знают, что если я что-то обещала, я обязана это выполнить. Как и в рамках законности, и если чисто по-человечески, и с администрацией, так же точно. Во-первых, в рамках законности, мы должны это выполнять все, но и на какие-то ихние письма, очень много бывает писем, и отчитайтесь, сколько там домов, отчитайтесь, столько-то дворов, ну, в общем, отчетов много очень бывает, но мы стараемся своевременно, если что-то пришло с администрации, какие-то через по электронной почте, какие-то заявки, что вы по такому-то графику отчитаетесь, или по такой-то форме отчитаетесь, или дайте нам ответ. Мы выполняем всегда своевременно. Я стараюсь. То есть вы не сказали слово сложно, ой, сложно работать нам с властями. А я привыкла к этому. Ну, сложно, сложно. Сложно работать, но это наша работа. Когда спрашивают, ну, как дела? Я говорю, слава богу. Сложно жить, да? Ну, мы же живем. Ну, что? Конечно, правильно вы сказали. Вообще сложно жить, но это наша работа. Очень сложно. Конечно, я никогда бы не думала, вот 30 лет назад, что такие будут сложности в жилищно-коммунальном хозяйстве. Ну, что делать? Лариса Шмырова, директор управляющей компании Лепси-Ют-Плюс и Лепси-Быт. В гостях программы «Женское дело». Что касается конкуренции на этом рынке? Насколько легко вообще зайти новой управляющей компанией на рынок? Ну, для того, чтобы зашла управляющая компания на рынок, есть определенные требования по лицензированию. Наверное, это правильнее спросить государственную жилищную инспекцию, которая выдает лицензии. По управляющим компаниям, которые приходят и которые пришли на сегодняшний день, уже их около 70-80 компаний, хотя раньше, наверное, было не более 20. Может быть, это, конечно, правильно, что должна быть конкуренция, но я за честную конкуренцию. Может быть, я еще из советских времен, где все-таки честность, порядочность. Ну, вот, это на первом месте, а как бизнес, и это для меня как-то на другом, на втором, может быть, месте. Может быть, я как-то еще не перестроилась. И поэтому для меня, чтобы дом обслуживался хорошо, чтобы я людям могла всегда показать, что мы на этом доме сделали, и обязательно, это для нас обязательно, чтобы мы всегда показали, какая, если есть экономия на доме, я показываю эту экономию на доме в каждом. Я всегда говорю, что наши денежки за работу, наши, это только рентабельность, которую мы закладываем в тариф. Все остальное, если мы сработали, экономия есть, это все деньги этого дома. Поэтому вот я работаю именно с таким принципом и с таким девизом. И это прозрачно все, да? Это все прозрачно. Открытость и прозрачность работы компании. И поэтому, ну, как сказать, я вижу, что, приходя на рынок жилищно-коммунального хозяйства, некоторые управляющие компании или низким тарифом, или еще чем-то заинтересовывая отдельных людей в этом доме. Тоже бывает. И финансово. Лоббируют свои интересы. Лоббируют свои интересы. И дом, который вкладывала управляющая компания честно и порядочно много лет, уходит в другую компанию. И пока же такая ситуация довольно часто происходит. И поэтому я считаю, это просто не честная конкуренция. И поэтому мне бы хотелось, чтобы те компании, которые вдруг создаются, и они считают, что это так легко работать и получают лицензии, чтобы вот здесь, если у нас все время уже стачается законодательство в отношении управляющих компаний, то при получении лицензии, вот мое мнение, надо, чтобы было требований еще больше, а не просто, чтобы вот создали компанию, в налоговой ее зарегистрировали, сняли где-то арендное помещение, и в штате нет ни специалиста, ни какой-то базы, и начали обслуживать там. Ну, с другой стороны, должна быть и ответственность жильцов тоже. Они выбирают в конце концов и могут проверить вот эту историю и выбрать другую компанию. У нас остается полминуты до завершения программы, и я все время сдерживала себя, когда обдумывала этот проект, как не задать такой вопрос женщинам, которые придут в программу «Женское дело», легко ли женщине быть руководителем. Ну, он такой традиционный всегда. Поэтому, может быть, я его и не буду вам задавать, потому что вы вот про свою работу довольно подробно сейчас рассказали, и вы такой человек, я вижу, который говорит, ну, все сложно, но ведь мы работаем, мы живем, и, наверное, здесь нет разницы, мужчина ты или женщина. Высока ли конкуренция в этой среде? Наверное, программа будет отдельная. Вот мы сейчас проведем проект, а потом всех вас соберем и поговорим. Легко ли быть женщиной-руководителем? А сейчас, поскольку у нас март месяц, у нас есть возможность поздравить всех женщин, неважно, какой пост они занимают, с праздником весны. Я поздравляю всех женщин с этим праздником весны. Мы живем в таком месте, ну, как говорится, где ты родился, там и пригодился. Но у нас всегда очень длинная осень, у нас длинная зима, и поэтому, когда весна приходит, у нас поднимается настроение. И поэтому я желаю, чтобы у всех женщин, во-первых, было здоровье, во-вторых, окружали только любимые люди. И было весеннее настроение. Круглый год. С этим и поздравим нас всех. И всех наилучших пожеланий. И чтобы у всех женщин исполнялось все, что они пожелают. Лариса Шмырова, директор управляющей компании «Лепси Уют Плюс». И еще одна управляющая компания «Лепси Быт». Была в программе «Женское отдело». Меня зовут Светлана Занько. Всем весны и хорошего настроения. Это «Женское дело».